Иногда возникает ощущение, что все великие открытия уже сделаны, а нам остается лишь уточнять и дополнять гениев прошлого. Окно возможности в каком-то направлении открывается, если найдено новое явление, создается новый метод исследования или новое научное направление. И оно закрывается, когда множество ученых изучают открытую область вдоль и поперек. Один из выходов для новых исследователей – переход к цели на более высоком уровне, как поступил физик Эмилий Христианович Ленц. Он сделал фундаментальное открытие физики, а затем попытался разобраться, как физические законы действуют не в лабораторных условиях, а в масштабах всей планеты. В биографии Ленца есть очень интересный факт. После окончания императорского Дербского университета он попал в качестве физика в кругосветную экспедицию. За время путешествия с 1823 по 1826 год он провел множество наблюдений в области метеорологии, геофизики, исследовал на всем пути глубины Атлантического, Тихого и Индийского океанов. Для этой цели он вместе со своим коллегой создал специальные приборы, чтобы проводить глубоководные наблюдения. По возвращению домой он два года обрабатывал и анализировал полученный массив данных, а результаты изложил в докладе физические наблюдения, произведенные во время круглосветного путешествия. Завершив анализ материала, он снова отправился в экспедиции. Собирал геофизические данные южных окраин Российской империи, выполнял гравитационные и магнитные наблюдения в Николаевской обсерватории, исследовал Каспийское море, поднимался на Эльбрус. Помимо сбора данных, Ленц барометрическим способом установил высоту Эльбруса, а потом определил, что уровень Каспия на 30 метров ниже уровня Черного моря. С 1831 по 1836 год он стал заниматься изучением электромагнетизма, пытаясь разобраться и найти закономерность. Ему удалось установить закон индукции, который сейчас называется правилом Ленца, когда направление индукционного тока противоположно наведенному. Другой закон был уже связан с выделением тепла пропорционально квадрату силы тока и сопротивлению проводника. И он был открыт независимо от Джеймса Джоуля. Эмилий Христианович также написал руководство к физике, которое переиздавали 11 раз, а среди его учеников были такие выдающиеся ученые, как Менделеев, Тимирязев и многие другие. Накопленный в экспедиции материал вместе с исследованием физических процессов, связанных с магнетизмом, позволили Ленцу увидеть закономерности на макроуровне. В 1851 году был опубликован фундаментальный труд Эмилия Христиановича «Физическая география», где он обосновал влияние вулканических извержений, атмосферы и органических существ на формирование поверхности суши. Ему удалось описать закономерности суточного и годового хода температуры, давления, перемещения воздушных масс. Ленц смог объяснить различные атмосферные явления, такие как голубой цвет неба, появление радуги, круги вокруг Солнца и другие природные явления. В своих работах Ленц предсказал открытие Нансеном теплых атлантических течений, доказал влияние солнечной радиации на атмосферные процессы и климат Земли и положил начало регулярным, точным, метеорологическим наблюдениям. Получается, что Ленц начал со сбора базы экспериментальных данных большого объема, затем углубился в детальное изучение электромагнетизма, а уже потом перешел на макроуровне, пытаясь понять и разобраться, по каким именно физическим законам совершаются и совершались наблюдаемые нами явления. 24 февраля 1804 года родился Эмилий Христианович Ленц, российский физик, один из основоположников электротехники. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова ПОДПИСМЕ상 Продолжение следует...